Антонину Васильевну и Елену Степановну связывает полувековая дружба. Женщины, обеим уже за 80, живут в одной квартире. Вместе ходят в магазин, а после суетятся на кухне. Финансовые вопросы также решают совместно. Об истории, которая произошла с ними в начале апреля, сейчас вспоминают с улыбкой. Но говорят, что после звонка от неизвестных им было не до шуток. Позвонили с Кировского отделения полиции и сообщили. Я дознаватель, назвал свою фамилию, имя, отчество. В общем, у Одесской появилась родственница и обратилась в банк, где у нее лежал вклад. Чтобы снять деньги. Ну, конечно, доверенность была генеральная. То есть, она имела право распоряжаться ее имуществом и вообще все продавала. Все. Генеральная доверенность. Инструкции пенсионерки получили от коллег псевдо-сотрудника из Москвы. В тот же день по совету неизвестных женщины отправились в банк, где сняли со счета 1 миллион рублей и частями перевели их по указанным реквизитам. Я говорю, Ленка, бомжом останешься? Ты что? Давай. Пошли. И он говорит, возьмите с собой сотовый телефон, возьмите зарядку. Вдруг разрядится ваш сотовый телефон. Будем на связи. Потом он звонит после этого. На следующий день, по-моему, звонит и говорит, а у вас дома есть какие-нибудь деньги? Я говорю, есть. Вот в целях безопасности вам надо их тоже перевести. Ну и что? Я говорю, Ленка, 350 надо тоже перевести. Ну и что? Взяли, он сказал, куда идти, кому перевести. Ну и потом взялись вот за квартиру. Пенсионерки обратились к риэлторам, объяснив срочность продажи недвижимости переездом в другую квартиру. Так их научили мошенники. И лишь случай спас их от потери квадратных метров. Значит, вам эту квартиру сейчас надо продать, потому что она уже оформлена на другое лицо. А другое лицо уже на торги выставило эту квартиру. Ну, мы, значит, нашли риэлтора, заключили договор. И все. Ну и потом, значит, пошли к нотариусу. Лена там вошла, с ней побеседовали. И у нее деменцию. То есть она не смогла ответить на ряд вопросов. Вот поэтому нам повезло. А так мы квартиру давно продали. И остались бомжами. Медики приписали лечение пенсионерке и отправили домой. Сделку женщины отложили на месяц. Этого времени им хватило, чтобы осознать произошедшее и обратиться в полицию, где им настоятельно рекомендовали отказаться от идеи продажи квартиры. Представители старшего поколения наиболее уязвимая категория населения. А потому мошенники зачастую применяют свои преступные схемы именно к пенсионерам. Не совершайте никаких сделок, касающихся вашей недвижимости с незнакомыми людьми. Посоветуйтесь сначала со своими близкими или друзьями. Если все же стали жертвой мошенников, незамедлительно обратитесь в ближайший отдел полиции или по телефону 02 с мобильного 102. Эллада Абжалимова, Андрей Багаев. Дежурная часть. Саратов.